Здравствуйте, меня зовут Серла. Я изучаю русский язык в Дамасском государственном университете. Мне интересно узнать ответ на вопрос, кого называют вандалом и откуда взялось это слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Вандалы – это одно из древнегерманских племен, чье королевство существовало в Северной Африке в V-VI веках н.э. Вандалы вели жестокие войны с находившейся в упадке Римской империи. В 455 году они захватили Рим и беспощадно разграбили его, уничтожив многие драгоценные произведения архитектуры и искусства. Именно это событие и стало причиной того, что память об исчезнувшем племени сохранилась в нашей языковой картине «Мир». Слово «вандал» приобрело второе значение, ставшее более известным, чем первичное. Вандал – это агрессивный невежда, разрушитель культурных ценностей. Производным от вандал является не менее распространенное слово «вандализм», разрушение исторических памятников, уничтожение культурных и материальных ценностей. Лев Кассиль в повести «Кондуит и швамбрание» так описывает сцену, когда отец главных героев узнает о том, что они испортили его любимый набор шахт. Папа бушевал. Он назвал нас варварами и вандалами. Он сказал, что даже медведя можно научить ценить вещи и бережно обращаться с ними. Он кричал, что в нас заложен разбойничий инстинкт разрушения, и он не потерпит этого инстинкта и вандализма. Слова «вандал» и «вандализм» как обозначение бессмысленного разрушения являются интернациональными и присутствуют практически во всех европейских языках. В отличие от многих других слов, у них есть конкретный год рождения и автор. В 1794 году, во время Великой Французской революции, французский политик Аббад Анри Грегуар выступил перед конвентом с докладом о разрушениях, творимых вандализмом и средствах их предотвращения, в котором призывал пресекать уничтожение памятников искусства. Именно в этом докладе слово «вандализм» впервые было использовано в современном значении. В русский язык оно вошло в первые половины XIX века. Помимо метафорического употребления в литературном языке, слово «вандализм» приобрело еще и статус юридического термина. Так, статья 214 Уголовного кодекса Российской Федерации посвящена вандализму как особому типу преступления. Вандализм определяется в ней как осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. Иногда можно также услышать выражение «государственный вандализм». Его употребляют, когда государство, оправдываясь идеологическими или иными соображениями, проводит политику, направленную на уничтожение памятников культуры и истории. Примерами государственного вандализма являются происходящие сейчас на Украине и в Европе сносы памятников русским писателям, осквернение могил советских солдат, попытки отменить русскую культуру и русский язык. Племени вандалов и их вождям такое и не снилось. Русский язык – великий, могучий и эффектный. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова